Продолжается пребывание чудотворной казанской иконы Божьей Матери в Казахстане. Очередным пунктом пребывания святыни стала Астана. О том, как встречались старинные образы здесь, расскажут наши коллеги. Позади Алма-Ата, Чимкен, Жизказган, Уральск, Актюбинск, Караганда, Кокчетав. Великая святыня Русской Православной Церкви прибыла в столицу Казахстана. В Успенском кафедральном соборе Астаны состоялась встреча чудотворной казанской иконы Божьей Матери. Образ был доставлен в Духовный культурный центр Митрополитчьего округа имени равноапостольных Кирилла и Мефодия, откуда крестным ходом святыню перенесли в Успенский кафедральный собор. Состоялась божественная литургия, возглавил которую митрополит Астанайский Казахстанский Александр, сослужение митрополита Оренбургского и Сарактакшского Венианина, епископа Таллыкарганского Нектария, епископа Кокшетаусского и Акмолинского Серапиона и духовенства. Во время литургии на Аналое, установленном в центре храма, пребывала чудотворная казанская икона Пресвятой Богородицы. Завершение литургии состояло славление Пресвятой Богородицы, перед ее чудотворной казанской иконой. После молитв к Божьей Матери священнослужители исполнили стихиры Святой Пасхи. Затем митрополит Александр окропил верующих святой водой. Для нас эта икона больше, чем икона, потому что благословение этой иконы мы получили при создании нашей семьи. Мы прежде всего просим здоровья своим близким, своей семье, благословить нашу семью, на то, чтобы было все хорошо вокруг, чтобы никто не болел, чтобы дети наши росли. Я пришла сегодня поклониться величайшей святыне, казанской иконе Божьей Матери. Я бы хотела, чтобы Матушка Пресвятая Богородица милостью своей исцелила болящих, помогла страждущим, нуждающимся, поселила в душах наших христиан земли казахстанской добро и мир. На протяжении всего времени пребывания чудотворного лика Царицы Небесной в Успенском соборе Астаны перед святыней совершаются молебны. Поклониться древнему образу приходят не только жители столицы, а и паломники из близлежащих городов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова